вот друзья камера развернулась на красивую дорогу я очень надеюсь что вы увидите что-то там ну кроме самой дороги потому что тут невероятно живописно и мы со светланой и пользуемся таким привилегированным положением потому что мы можем еще головой крутить влево и вправо ну вправо там собственно ничего такого нет ну там холмы а слева океан причем океан очень близко и тут на самом деле надо было бы делать остановки каждый там пять минут выходить к этому океану и там снимают снимать или может быть на катере ехать вдоль океана и там снимать 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 но вот что сделаешь друзья нет в жизни полного счастья но надо пользоваться которые есть достаточно выше крыши надо пользоваться тем которые есть и в общем-то радоваться тому что есть и это потому что есть массу народу очень красивых которые казалось помогли бы посмотреть даже на видео но все равно не посмотрят надо сказать что видео с красотой у нас на канале не пользуется большой популярностью органическая клубничка пишут 250 за баскет за корзиночку слушай это цена как мы вот набираем сами это как мы сами набираем на поле возле нас вот тут люди сидят люди собираются капусту что ли что они там забирают до капустные поля чё они там собирают я не представляю может быть ухаживают они такие вьетнамские шляпы от солнца хорошие да клубничка ведь как слушай что сейчас сейчас 15 августа да вот друзья 15 августа со всех сторон клубника там поле на котором мы ее подбираем возле того места где мы живем совершенно не уникально в этом смысле клубника со всех сторон может мы купим клубник какой цвет и будем ехать и подъедать клубнику мы этом помоем и будем подъедать ну как-то света не проявил энтузиазма по части клубники ну не знаю может может купим может нет можно обратно подъедать чтобы дома было ну хорошо да просто кушать за рулем может быть не самое правильное занятие да сельскохозяйственная местность едем-едем культурник культурник разрос что-то тут с дорогой видно ее асфальтирует что-то темная какая-то хорошая 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 но вот она а вот это городочек впереди до маленькие там где 300 человек населения где мы ходили в стеклодувню вот он давин порт называется где мы с вами видели тюрьму на два на два посадочных места на два посадочных места а там ни один человек и не сидит поскольку тюрьму эту закрыли там в тридцать седьмом что ли году вот такой городок давин порт тут кроме этих ресторанчиков справа по моему никогда ничего и не было а здесь еще мотоциклисты в большом количестве а что он так странно в таком месте стоит интересно вот мотоциклист из боже сколько их это дальчик 50 да они любят кататься по этому красивому живописному хайвею и тут в общем-то движение небольшое калифорния ну за всю калифорнию не скажу но вот сан-франциско нам как-то рассказывали что там где-то 15 16 17 миллионов в год туристов бывает это больше вот опять из того что нам сказали во время экскурсии это втрое больше чем допустим иностранных туристов в российской федерации за год и значительная часть вот этого туристического потока движется с севера на юг с юга на север движется по вот этой дороге номер один движется по 101 хайвы по 5 хайвы они движутся с севера на юг с юга на север семейных таких вагончиках просто в автомобилях туристических автобусах и вот в частности эта дорога тоже имеет такой трафик интересный еще про нее можно сказать что летом особенно летом бывают такие дни когда здесь такой туман вот может быть даже не в этой части где мы сейчас едем а вот например в районе сан-франциско это просто как в молоком езжаешь и там не то что там будет видимость как сейчас на допустим там три метра впереди уже ничего не видно такое тоже бывает что очень красиво и очень живописно к сожалению сейчас океаном не виден потому что он тоже скрылся ой тоже напрягает велосипедисты до джем варенье это это свенсен фарм мы здесь были как-то снимали на этой на этой ферме это органическая свенсен фарм они там свое варенье делают океан видит очень хорошо океана блачка небо замечательно но город тоже красиво посмотри какие фармы покрытые лесами знаешь видимость хорошая вот из-за того что видимость хорошая и горы тоже очень симпатичные потому что бывает что такая дымка немножко туманчик там еще что ты вот оно не очень вообще через мои очки видно как еще более ярко если ты не будешь говорить громко то будет вообще бессмысленно говорить чтобы это не было это что через мои очки видно еще более красиво они какие-то более контрастные боже какой холм невероятный в очках это про углы океан тут пляж такой красивый песчаный и там дальше на пляж тут вот и вот-вот машины стоят конечно и прямо лезут это через камни но как камни вот же он уже прямо вот тут лесенка вот вот лесенка и все пляж шикарный прямо внизу понимаешь не надо ни по каким холмам туда забираться это не очень далеко это совсем близко от нас никого нету воскресный день никого нету да ну другой вопрос а что делать в двенадцать часов в полдень на таком пляже кроме как не сгореть черты воде ну ложки помочить мы тоже могли бы сейчас выйти помочить и дальше ну да в принципе если ты турист например на это никуда не спешишь особые так вот просто едешь наслаждаешься природой ну мы как бы местные то есть у нас есть мысль всегда что мы еще можем любой момент подъехать и ножки помочить правда так я так сегодня не надо мочить то что всегда есть вот слушай парусник товар из белеет парус одинокий тумане моря голубом что я вижу велосипедисты решишь ли постели женщина наверное судя по очертаниям так да очень красивая палатка на фруктами дорогу да написано абрикосы там мучили с американским флагом абрикосы без американского флага не продашь вот это должно возникнуть чувствовать там остров да ты знаешь что может быть это не остров по часть суши не очень на это типа залива да понимаешь получается что то что мы видим это не то же самое что ребята видят и поэтому наши комментарии они как бы может быть не совсем ой 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 не совсем понятны ой 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 относилась к тому что справа там если посмотреть так перпендикулярно дороге там такой был красочный обрыв да смотри как нас обгоняют слева а мы идем под 60 миль какой экстремал или экстремист как правильного обогнал нас ну видно ночью торопится хотя первая дорога она неспешная и она не быстрая то есть если человеку нужно быстро он не выберет первую дорогу чтобы быстро доехать поэтому зачем знать там сколько ты знаешь я с утра сегодня пять минут посмотрел самые первые кадры кинофильма этот безумный 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 мир по-английски он называется it's mad 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 world четыре раза мы и и там как раз происходят события на первом хайвей вот где мы сейчас находимся но давно это фильм там не помню я боюсь соврать там на рубеже 50-60 снимался и вот это на ютюбе свободно висит его можно посмотреть занимает потрясающим единство что я не знаю если он дублированный на русский там он по-английски идет вот я его посмотрел опять минут не так как раз начинается с того что вот первые привы и только в районе лос-анджелеса не здесь и по нему значит там едут какая-то машина едет ну обгоняет всех такой шевролетик красивый и он так прямо на чайку похож советскую и вот он так прет и всех обгоняет обгонять тоже вот так выходит на встречную полосу там тоже 1 1 1 полосная дорога и он туда и сюда и выходит и в конце концов вылетает туда знаешь вот туда в обрыв туда улетай улетает что-то не как как говорят нас водитель не справился с управлением вот из этого начинается весь фильм потому что он говорит умираю он тем кто там подскочил к нему про те которых он обгонял перед вот эти они-то собираются внизу он им рассказывает что вот там есть большое состояние и как его найти и вот дальше начинается весь этот фильм и вот этот вот я ехали они ехали сами по себе но потом начинается такая гонка ты чё не ты не помнишь ли мы же смотрелись там ну да я вас пока году 68 первый раз и позже что это было вообще это вообще всех времен и народов было кино сына когда он только вышел и вот чему я рассказываю что вот этот вот задрипанный вот как который нас тут сейчас обгонял по встречной полосе вот он напомнил мне вот таки но там тоже так раз навстречную раз навстречу и практически умер из ограничения нет он знал где нет он умер потому что обгонял да то есть грубо говоря он не воспользовался сокровища очень красиво да он не смог ими воспользоваться да да как это не спеши тише едешь дальше будешь ну да это об этом и говорит что если ты будешь спешить то ты можешь просто не доехать а вот смотри какой я думаю пляж это не самое место где ты прячешься от жары под жаром что все таки там в санта-крузе на центральном пляже там потому что со всех сторон мотели и эти люди которые там на пляж идут они просто вываливаются из мотеля и уже как бы деваться не будет но тоже то что здесь очень много автомобилей стоит и говорит о том что люди ехали скорее всего мимо если только у них не было специальных каких-то целей ты помнишь мы где-то вот примерно в этом месте однажды снимали как люди запускали что это было воздушные змеи а нет это было или нет летали где-то такие компании с одной стороны на лыжах были а сверху и катались да да это как бы были воздушные змеи они за веревочку катались на этих воздушных змеях да я вспомню это где-то вот тут было да очень живописно конечно это мы возвращались прогулки когда смотрели на села села суда да и штука красиво всего невероятно ты знаешь что по моему вот тот островок который там это и есть тут островок дети си элефантс тоже промышляют слева не знаю по следующим возникла ассоциация каунти сан-матео вы пересекли границу туда выехали мы выехали и мы выехали из санта клара каунти санта клара каунти здесь нет границы да она там по горам где-то наверно ходит какая красота говорила это наверное через мои очки ну понимаешь как тогда нужно твои очки одеть на камеру чтобы все увидели как на самом деле красиво через фильтр ага это я значит неправильно говорит а вот она свинца ферма на была другая стробари юпик 0 4 мили вот вы видите знаки будете ехать если в любое время года остановитесь что-нибудь соберите полгода в году есть клубника примерно чем в калифорнии клубника начинается где-то чуть ли не с февраля не повсеместно не повсеместно кое-где нет парниковая клубника она ну вот я я согласен я согласен с тобой что в основном это происходит вот она на его парк где вот эти вот элитон силс налево ушел значит в основном это начинается с апреля но есть места где пораньше органик фарм стенд яйца друзья впереди будут свежие яйца света мы хотим яйца нет вообще яйца этим почему мы не едим яйца в американской жизни но в ссср мы кушали яйца ну мы с тобой именно нет папа твой кушал папа любил да он всмяточку всмяточку да да это правда Green Ox, Creek Farm, Pie Ranch какие красивые цветы посмотри вот так вот они растут без листьев одни цветы и все на ножках это странно это типа лилии это лилии такие розовые светик лилии на воде растут нет это не те лилии которые на воде лилии на воде растут в Володцах и Азорцах а это лилии которые пахнут очень хорошо так что есть сухопутные лилии ну да цветок есть лилии вернее а вот он стоящий он очень сильно пахнет хорошо да вообще надо сказать что вот здесь в Калифорнии розы не пахнут совсем розы? да очень редко ты встретишь розы которые имеют запах на самом деле здесь такой букет то розы не пахнут совсем а вот эти лилии они очень сильно пахнут угу хорошо надо сказать что мы когда приехали в Америку вот езда по хайвею первые годы особенно но вот даже сейчас вот мы едем да? вот когда ты едешь по хайвею и ты видишь какой то простор ты видишь какую то красоту ты видишь что то такое знаешь переполняет да у меня похожее чувство возникало когда мы в советское время там приходили на Красную площадь знаешь приходишь на Красную площадь тебя начинает распирать да вот и вот здесь тоже по хайвею едешь и распирает и думаешь боже неужели это мы неужели это вот оно а вон уже лес начинает такой дремучий ну насчет дремучести леса я бы не стал так как то обманываться лес тут друзья такой что не заблудишься и грибочек тоже особо не найдешь чтобы покушать а вот стоял знак что олени дорогу переходят этого сколько хочешь может быть могут могут они такие что здесь направо пошло какой то парк какое то заведение ты видел да узнать наверное я тоже не обратил качество покрытия испортилось я бы сказал санта это сан матео каунте дорога не такая симпатичная как была у нас в санта крус каунте такое ощущение что ее готовят может быть к переукладке так как то ободрали все и шума больше ты видишь да да вот они эти рощи ой океантик какое то невероятное количество чаек там летают это чайки с одной стороны а белые бурашки и барашки от воды да с другой стороны барашки если это барашки да барашки да барашки барашки да что у меня глаза слезятся я не знаю наверное от того что дует из да так можно закрыть немножко нет мы надо не закрыть надо перенаправить дует у меня в глаза и сушит ядер да это лучше ну наверное да сейчас посмотрим а здесь тоже брювинг компании это наверное кофе брювинг потому что брювинг то можно еще и пивком но вряд ли пиво блюют у дороги почему ну как то странно что выпил пивка и за руль и что не мне кажется это странно Пискадера вот пишут через десять миль Пискадера а через двадцать две мили как раз вот Хахманбэй это город где находится Ринскардн Пискадера это тоже очень симпатичный маленький городок вот я вижу маяк смотри что ты видишь слева маячок может быть да сейчас ребята может быть тоже его увидят значит Пискадера это такой городок куда приходит идущая из Кремниевой долины живописнейшая дорога живописнейшая дорога по горам она такая узенькая и прямо ну как вот девочка Элли себя чувствуешь идущая в изумрудный город там просто страшное дело среди редводов красивейших надо будет по ней как нибудь проехать а можем сейчас проехать нет нет сейчас не будет и вот Пискадера как раз приезжает если вы хотите из Кремниевой долины попасть на ту дорогу поставьте свой навигатор на Пискадеру и так вот посмотрите чтоб через горы шло как эта улица называется которая из долины туда идет где от ДХВ? нет нет Пейджмил Пейджмил да есть улица Пейджмил и вот эта улица Пейджмил переходит потихоньку в такую горную дорожку которая в итоге приходит вот в этот самый Пискадеру Абсолютно ничем не примечательное место в сущности так красиво и маяк красивый правда? да люди сижу в твоей красоте да да что странно знаешь что вот маяк он светится хотя казалось бы по нашим временам правильно было бы сделать его каким-нибудь с какой-то частотой там может быть или там группой частот и чтобы прибор показывал это намного точнее будет то есть вот странно это вот эти маяки это настолько древнее изобретение человечество правда? там там костры жгли откуда у них источник света это был да да и всюду растет что-то смотри вот слева тут капустка справа ничего не растет какая-то трава какая-то трава явно культурная слева смотри нет нет это сорняки конечно но она как-то здесь полей уже нету ну только что только что только что а вон полис коровка где 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 а вон черные коровки да вижу коровок они там мирно пашутся пасутся пасутся это я от мирно мирно пашущий советский трактор пашущий пасущийся мы когда вот мы сейчас заезжаем на такую часть дороги которая отходит от океана вот я вижу по карте нашего навигатора то есть какую-то какую-то часть мы сейчас пройдем а океана рядом нет представляешь что это и вот люди которые захотят сказать гадость про Америку а их много в принципе они могут вот эту дорогу по которой мы сейчас ехали взять и вот так детально ее с повторами с замедлением показать эту кошмарную дорогу вот по которой мы в целом неплохо ехали хотя шумновато я бы сказал шумновато сейчас вроде получше немножко стало ой это то есть это так что мы снова как я подъезжаем вроде должны были отъехать но не надолго еще мне не нравится вот этот маленький пикап трачок перед носом у меня я из-за него должен замедлять свой ход но он чувствовал это видишь он сразу раз и ушел когда появилось две полосы может быть я аналогично раздражают того кто сзади идет там здоровенный митсубиши трак ага видишь как точно это просто для обгона было место я уже не смогу уступить дорогу митсубиши траку так стоял знак что впереди красивый вид коустал view но как то в общем поскольку мы едем все больше едем не до того у меня большое желание куда-нибудь в сторону сойти видишь он меня обгоняет вот так ой 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 это не был трак оказывается это был другой автомобиль митсубиши видишь как раздражаются люди а мы ехали 60 миль мы не ехали вот прям так медленно да а я и сам чувствовал что надо бы какое-нибудь его пропустить отойти и пропустить бич бич смотри какой нынче бич холл бич опа какой красивый с красными грибочками небольшой такой уютный да свет ты видела да здесь довольно много машин много машин вот они тут еще на улице сколько их стоит понимаешь то есть этот холл бич бич наверное чем-то привлекатель так давай дальше смотреть здесь очень мило и близко от воды понимаешь иногда чтобы от дороги до воды добраться нужно какое-то расстояние преодолеть так ну что же 15 миль нам осталось до до 15 миль нам остается до Ридс-Карлтона и я вам обещаю друзья что Ридс-Карлтон вас не разочарует мы не будем по отелю ходить мы будем ходить по природе да здесь не барашки здесь просто волны сильные и они бьют в берег вот то что можно было увидеть очень очень красивый цвет воды прямо такая синева невероятная да не знаю друзья с нами ли вы еще или мы вас уже потеряли я знаю что многие так смотрят как бы в бэкграунде там поставят и там на кухне что-нибудь готовят вот здесь хорошо змеи запускать да тут ребята запускают некоторые нас просто файлом там ауди файлом mp3 какой-нибудь ставят поэтому вроде так им не видно ничего но то что мы не замолкаем светами это создает вот ну что-то такое что люди слушают да я даже не знаю Света а тебе не хотелось бы вот по этому месту но не проехать вот так быстро как мы проезжаем а например пешочком пройти тут нет места где-то если бы была тропиночка тебе бы хотелось тут пройти ну это первое расстояние шутишь что ли 40 дней а ты смотри там впереди такое ощущение что уже нет такой видимости хорошей как бы туман конечно туманная дымка почему мы туда и едем там холоднее холоднее опять за счет облаков и тумана вообще интересно но не знаю что погода всюду разная и вот в частности в Санта-Круссе теплая погода есть у нас есть а я не взяла Пискадеро вот мы приехали к этому Пискадеро робот то что я говорил вот в этом месте пересекаются две дороги одна вдоль океана а другая в Кремниевую долину но медленно если вы реально хотите отсюда попасть в Кремниевую долину вы должны проехать 14 миль до хайвея номер что какой там 92 точно да 92 и по нему вы за 15 минут донесетесь просто донесетесь там всегда трафик там одна полоса всего ну имея ввиду что трафика нет особенная ой какая красота смотри там сияло солнце а здесь немножко пасмурно да но все равно красота и люди обрати внимание что люди идут да они запарковались где-то да где-то оставили машины и вот топают ножками тут и справа какой-то я извиняюсь нет ну это баланс лиман да так вон там какой-то съезд смотри ну здесь песчаные холмы я себе представляю что с той стороны ты представляешь это целые холмы из песка наверное там неплохо а это какой-то пляж официально да вот смотри стоит бич я подозреваю что они сюда топают видно пляж хороший да они сюда топают потому что они не хотели заплатить за въезд на пляж они не хотели отдать десятку и встали где-то далеко и теперь топают со своими причиндалами там тентами креслами вот сюда но пляж видно стоит того смотри сколько народу и они съезжаются откуда-то надо сказать друзья если вы однажды заплатите десятку за въезд на пляж чтобы там запарковаться там не только парковка там еще столики стоят где можно покушать там там бывает что карту какую-нибудь дадут там туалеты ну то есть там культурно действительно культурно так вот если вы сегодня купили билет на пляж вы можете сегодня этим билетом пользоваться для въезда на любой калифорнийский пляж так что это как бы не то что вот на один а потом захотел еще куда еще на один это очень удобно для туристов вот едешь вот так как мы и мы проехали наверное уже с десяток пляжей если бы мы не спешили и хотели бы так вот посниматься поглазеть там и так далее то мы могли бы уже на десяток пляжей за десятку зайти да единственно что солнце такое жаркое я поддерживаю тех людей кто со своими тентами приезжает потому что тенечек нужен ну да ну да в этом лучше субтропики у нас тут одна субтропики а какие разные бывают разные бывают сухие бывают классные а у нас медитаринен субтропики вообще у нас зерноморские да 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 у нас вообще да ой какой вид бог ты мой да ой как красиво ой 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 как написано помпонию стоит бич да тут помпонию а тут есть люди да ты знаешь что может быть сюда люди приезжают из Сан-Франциско может быть это уже ближе к городу ну вряд ли это далеко конечно ну до города нет но в городе полно своих пляжей нет там холодно холодно но ты чё в городе а вот так кстати вот если ехать по пляжу до Сан-Франциско то хотя вчера в Сан-Франциско было тепло там в Липске и наверное на пляже тоже было тепло ну ну мы были вчера да в городе да был очень было теплее чем обычно но вот август Света ты согласишься с моим наблюдением что август более теплый месяц чем допустим июль вот у нас тут ну у нас вот именно у нас в долине да да здесь несколько как бы периода времени когда известно что ой лепота ой да известно когда что очень жарко это несколько недель в мае и несколько недель в сентябре а май то чего вот в мае бывают очень жаркие там три недели бывают очень жаркие как бы с года в год одно и то же и три недели в сентябре вот так вот подойди не в августе нет не в августе ну а все тоже тепло тебе не кажется что это странно в сентябре то ну вот а почему у нас сезон летний кончается в ноябре месяце ну да а ты помнишь как в москве а ты посмотри это вот земля просто это типа как это от землетрясение нет нет это прямо как земля разошлась как от землетрясение я тебе умоляю я тебе говорю просто как вот трещины слушай ты помнишь в москве уже августе уже в августе было холодно купаться ты помнишь даже в саратуге 2 августа купаться было уже холодно даже здесь да но это как красота бог ты мой вот это видно все да 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 я надеюсь что видно может быть надо было камеру сделать более широкоэкранной но тогда понимаешь искажение было бы больше было бы больше искажений то есть у нас клавательный период не очень большой купальный 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 но опять мы избалованы да мы не лезем когда 22-24 мне кажется 22 ты еще и не полезешь ну да теплая вода вот начиная после фактически с 1 июня и до конца июля у нас причем у нас были обогреватели у нас есть опыт друзья мы когда жили в саратоге это продолжалось 7 лет мы жили на холме и на на верхушке холма втаял дом и был бассейн и вот этот бассейн он так еще устроен был что вода из бассейна прокачивалась насосом через набор труб таких плотно лежащих на крыше дома то есть как бы градуса 4 цельсия добавлялась к температуре воды в бассейне за счет того что он по крыше вот так гонялся насосом и я могу сказать что вот наша теплолюбивость светланина особенно вот она такова что градуса да да там страшно справа была удивлена невероятная картина вот и вот наша теплолюбивость такая была что градуса 24 вот это вот то что мы любили да не получится свет не получится нет не получится я могу чуть-чуть чуть-чуть вау красиво но явно вот эти дырки ты знаешь что это наверное когда-то были землетрясения потому что она я думаю что это является предметом специальной области знания которой мы так сказать не владеем поэтому я бы не стал сильно настроить совершенно дикие места ничего нет это все видимо охраняется государством да ничего тут нельзя делать и просто наблюдать красоту заповедная земля да мы только что проехали слева вот когда камера была отвернута вправо слева стояли стоял такой забор решетчатый такие ворота раздвижные и я понял так что там какая-то частная собственность богатенькая вот сейчас мы еще одну слева проехали почти не заметила ну просто они такие неприметненькие здесь богатенькие света не стараются сделать так же как все заметили ты знаешь я хочу тебе сказать что это одна большого любителя мы жили на холме верно и были хозяевами холма и на мой вкус это ничего хорошего а хочется жить среди цивилизации когда выезжаешь и рядом другие люди живут да и когда ходишь погулять не по холмам фигачишь дороге определить и когда идешь гулять и идешь не по дороге Это обман Это визуальный обман Это обман, но визуальный Что называется Я сам обманываться рад Вот из этой серии Можно сделать такой жанр Ты знаешь, вот езда по дороге Вот что видно из окна Дело в том, что жизнь показывает Что путешествия и виды из окна Не очень им интересны Да Даже уже когда приехал на место Не очень интересно Может быть это как Знаешь, когда готовят что-нибудь на экране И вроде бы дело даже не в рецепте Который они там употребили Рецепт можно в интернете прочитать А все-таки у них какой-то разговор при этом происходит Вот мы готовили по рецепту Натальи и Квик, правильно? Но важно же было не рецепт Потому что рецепт уже все увидели Ну кто хотел Там у Натальи бы посмотрели А важно было, что мы при этом Еще ля-ля-ля-та-паля Там обсуждали разные темы Вот может быть в этом дело Тоже самая дорога Она с одной стороны живописная С другой стороны мы с тобой едем Была боли в чем-то Так, о жизни, знаешь И это имеет может быть терапевтическое воздействие Да Красота-то такая Как же не плакать, сынок Красота-то какая Да Нет-то слов Передать это все Захватывает Захватывает дух Но мы как профессионалы Не замолкаем Ты понимаешь, оно красиво в сторону океана И оно красиво в сторону гор тоже Конечно Единственное, что Когда стоят какие-то хлопутки такие Знаешь, вот это вот Это некрасиво Домики вот эти Да Они портят прелесть Вот такой натуральной природы Дикой Девственной Но Света, человек ведь тоже часть природы Ну что ж Вот он ее и портит Да Но вот коровки стоят Они же не портят Нет, коровки не портят А человек портит А ведь коровки тоже не сами по себе Их человек А ты знаешь, что какое-то время назад Слышишь, что тут на берегу Был такой этот самый Какой-то то ли мобил хоум парк То ли что-то И у него истекал срок Лиза И они продавали эти дома Я помню Мы туда приценивались Мы не приценивались покупать их Но там был разговор о том, что их должны убрать Что Лиз закончился И они продавали именно просто дома без земли Да А вот И очевидно уже прошло года 4, наверное С тех пор Интересно, что там сейчас Да, вот интересно, что там Их, наверное, снесли уже И что-то там построили Друзья, вы сейчас слышали такой треск Если вы посмотрите на эти вот две желтые полосы Которые идут Слева, да? Эти две полосы гофрированные То есть они желтенькие Может быть так незаметно Но если на это дело наехать То за счет того, что они такие Гофрированные Волной такой идут, мелкой То машина начинает тарахтеть И это специально сделано для того, чтобы Водитель не засыпал Давайте я для вас специально сейчас Кулесом на это дело наеду Сразу проснешься и подумаешь, что-то не так А вот тут горошек зеленый Справа выращивают А там было написано Вот и здесь тоже написано Написано просто фреш прайс Фреш Ну что, давай заедем, нет? Как ты скажешь? Давай заедем Оно так стоит В таком месте замечательном Давай И там еще коровки Сбавились Коротик Все Все сбавили И Подожди, подожди Мы сейчас заедем Я запарковаться должен Так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok